здорово работяги сегодня у нас будут ответы на вопросы вторая часть в первое в принципе более-менее нашла как сказать более-менее понравилось людям также будем разбирать адекватные и неадекватные вопросы касающиеся практически всего но в основном это тема уро но народ который приходит с других каналов мд то есть который залетает к нам в чат просто поголовно огромные проблемы огромные проблемы с психикой то есть как только алекс александров чате начал метод геннадия шичко по выявлению всяких каких-то проблем зажимов то есть он мне написал горит это ну люди практически на грани суицида выпила жизни то есть и и прочего всего добро пожаловать в мд кстати вот больше советуйте мне видео которые я должен просмотреть вот дизлаева например вот очень люблю дать ягеля то есть по законам какие видео должен посмотреть вы идиот блять я вам на полном серьезе говорю выбрать еще просмотрите годик вот этих мд вы выпилитесь из жизни это нахуй не шутки отвечаю вот еще раз я рекомендую просто отписываться нахуй не слушать это дерьмо которое они тем более сейчас несут если раньше на каком-нибудь там как эти формы ебаные назывались там где селезнев там что-то блять рекламировала распев типа они охуенные вот там хотя бы лайтово было сейчас это полная жесть то есть на 2021 год если не отписался от мд поехал в психушку что в принципе доказывают сами мдшники находящиеся практически на грани любой стрим смотрите с smt любой стрим там долбоеб приходит я отвечаю вы просто сами вот попробуйте посидите он как бы приглашает гостей да вот но попросите у него посидеть с каким-нибудь гостем в охуеть просто я отвечаю я просто сидел и меня просто поразили эти мдшники они больные нахуй на всю голову абсолютно то есть ну там там ребятам пожизненный курс колес надо выписывать они нахуй учить кого-то пикапу или еще что-то вообще вещать блять нахуй должны просто с палаты блять вот как макс киноши делал обзор блять на колбаса метров вот так они должны вещать чтобы было понятно что это идиот потому что блять то чему они вас научили это просто пиздец и метод геннадия шичко он просто это подтвердил нахуй что там такой мусор в головах просто просто блять пиздец просто пиздец и блять вот я я не знаю зачем алекс александров пытается применять этот метод он мне кажется он какой-то очень сильно энтропийный вот ну не знаю может он как-то решил какую-то новую для себя стезю найти да то есть хвост дикий получил в принципе можно почилить вот значит следующее начнем по вопросиками на этот раз я их там скрины сделал вот но первый самый такой самый значимый для всех вопрос это на какой раз должен получиться ра то есть вот сколько я пришел сколько я должен подзюбать чтобы получился расширен это вопрос оленя на самом деле опять же метод геннадий шичко это подтвердил те кто спрашивает сколько для этого нужно являются оленям них конечная цель не получить расширенное получить телочек как это работает очень просто у человека шизофрения то есть не нужно задавать вопросов ну типа этот вопрос равноселен знаете чему а сколько мне раз нужно сходить на работу чтоб я стал миллиардер то есть никаких да это шизофрения то есть вопрос закрыт я не вижу смысла объяснять все алекс александров написал мне что новые у людей у таких кто спрашивает сколько именно раз нужно все это шизофрения и их конечная цель это получение телочек и низменившие блять потребности которые но которые расширены перекрывает в тысячи раз вот то есть на этом как бы ну если кого-то интересует если кого-то интересует у людей получается даже с первого раза поэтому как бы методичка рабочая кстати про рабочие с методички то есть мы нашли якоря мы нашли якоря и они очень блять плачевны очень плачевные у людей шизофрения нахуй и это и мешает очень сильно то есть кто то я не помню кто говорил по моему август фри что перед тем как заниматься расширенным нужно сначала почистить голову блять это сто процентов я думал что в моем счете не обитает олени но похоже все то все то же самое начинаем разбираться с человеком задаем вопросы говорим что это решает на просто этот проблем решена эта проблема решена решена и в конце он выдает коронную фразу а как вы будете размножаться а как вы будете без баб жить все то есть а зачем здесь человек сидит зачем нахуя ты здесь сидишь блять если твоя конечная цель это размножение чтоб те телочки давали какой смысл в этом иди зарабатывай бабки как бы и и пиздуй в загс других вариантов у тебя нет решения этой проблемы вот и все никакой расширенный не поможет о чем потому что у тянется у тебя не стоит цель для себя у тебя стоит цель быть рабом то есть ты генетически взрослый раб а какой смысл меня это все равно что блять какому-нибудь жуку навознику менять там восприятие мира чтобы он не в навозе рылся а там блять в райских кухнях ты любую райскую кухню давай жук навозник будет всегда в говне и это тоже самое это генетически подстроена то есть ну если видите на который раз получается человек не заинтересован в плюшках расширена он заинтересован как-то пересидеть как-то пережить то есть само построение вопроса да она этот вопрос бессмысленно это бабский вопрос это ну в нем никакого смысла абсолютно нет просто человек хочет быстрее где-то пересидеть где-то чё-то ему а там жопе кольнула блять телочек нету я тут пока посижу блять послевать свою энтропию может легче станет а завтра надо телочек короче генетический раб все вопрос закрыт никакого эро не светит вообще нахуй можешь забыть про это пока ты не нацелишься на себя ты не сможешь это генетически сделать все то есть блять по всей видимости dark racer по-моему ли как-то ник вот зевсом на аватарке или кто там юлий цезарь описал что блять да тут нахуй большая часть от амд это генетические рабы и там исправлять невозможно блять вот я по ходу соглашусь я по ходу соглашусь либо там работы я блять не знаю насколько ну то есть опять же мне похуй да но нужно объяснить людям что у вас огромные проблемы идите решайте эти проблемы не надо мне объяснять что то там не надо я давным давно уже лет десять нахуй сижу на этом расширенном я все эти вопросы по закрывал единственное что я тупанул это полез в ебучий патриархат блять наслушавшись как дебил этого дизлайва конченного блять который кстати тоже поехал тоже поехал вот и вот как бы мы можем наблюдать чему приводит вот это вот вот это вот пиздобольство которое не основано абсолютно ни на чем и самобичевание блять да и ограничение себя дофамином то есть да как как это принято блять у ебанутых пгм то есть на прошлое в следующей жизни зачтется тип того вот ну зачтется в этой жизни ты будешь блять псих больным нахуй и подохнешь там к 35 либо выкинешься в окно вот это как бы такое дело то есть никто от этого не засну как никто мдашнуки точно не застрахованы вот остальным я рекомендую не слушать этот скан вот если вы сидите там типа там на моем канале там на дягилевском то поверьте говно будет прицепляться они не с моего канала понимаете то есть у вас говно будет прицепляться то которая не ниже там низменная по инстинкту или чего-то там либо ближе к вашей прошивке то есть у вас будет говно оседаться от этих мэдовцев хуедовцев которые обьются там за то чтобы вам блять дали размножение что еще бы круче бред вот на меня не надо спихивать посмотрите просто на youtube чеки откройте свои подписки и на кого подписаны вот вот оттуда к вам и прилетает поэтому убляется ну не знаю о очень плохие дела на полном серьезе говорю блять вместо того чтобы мне что-то доказывать и меня лечить и сходите сами в психиатрическую поликлинику вот я думаю там дохуя чего у вас найдут просто дохуя вот следующий комментарий я прям даже зачитаю это нахуй философы м.д люди такие знать которые с кубинской сигары таки сидят такой а блять а нахуй альфач блять я ебал принцессы там 200 штук за не знаю за день просто как нехуй делать а сейчас я просто отдыхаю живу там с женщиной там с ребенком но это неважно я альфач я могу себе позволить это блять вот это примерно такое то есть прям надо три кубинских сигареты чтобы он прям блять такой прям очень важный челик был ребят ваша мотивация крутится вокруг ощущение оргазмов расширенных но это для меня просто дорога развития для глупцов многоточие такое затяжечка такой кубинской сигареты нужно развиваться не в ощущение а в осознание восклицательный знак если чем-то проблемы у вас примеру с бабами выкиньте их из жизни то есть но уже говорит что у вас проблемы с бабами то есть это осознанно осознанно челик выкиньте их из жизни наполните свою жизнь тем что у вас получается и то что вам нравится я так сделал с бабьем пиздобом блять алкашами и нариками друзьями и в моей жизни стало абсолютно все радовать мне все нравится и я еще очень сильно подумаю нужна ли в моей жизни наполненной тем что мне по кайфу какая-то особенная не такая даже если найдись она ну вот как бы блять я же говорю нихуя никого нету он просто тут блять размышляет она мне как третья нога пиздобол не нужна от слова совсем да пиздобол можно спокойно жить и без секса или мастурбируя раз в месяц но человек сразу видно что за кортизолин в усмерть либо ему там 50 лет и он уже импотент то есть слушать таких нет смысла это люди другой гормональной ориентации там просто все за пролоктилен и эстрадиолина и лысый челик блять но он не понимает что такое у него уже в мозгу атрофировано вот это вот возбуждение там да которое было у 20-25 летнего это просто блять бесполое существо андрогин или что-то такое все что он тут вякать я не пойму мастурбируя раз в месяц забыть об этом вообще и жить огромным прекрасным миром развиваться туда куда интересно понимаете парни вот но человек не понимает что окей ты осознанно докажи свою осознанность тем что ты как бы умеешь управляться своим телом блять своими эмоциями лучше чем ну как бы как это задумано или что я не знаю в чем прикол вот не ешь откажись от еды вот откажись от воды ну вот раз ты осознан то есть это как-то должно то есть да ты контролируешь свое тело откажись то есть откажись от мирских утех ты отказался не потому что ты осознан а потому что у тебя гормональный фон нахуй упал и потому что у тебя никаких вариантов нет а нет вариантов и когда варианты есть И это, блядь, это всё намного труднее даётся, когда к тебе тёлки сами подходят и клеятся. Да, понятно, вот этому челюку вообще абсолютно ничего не грозит и просто живёт жизнью евнуха. Но зачем ты нас учишь быть евнухами, мне просто непонятно. Сам сел в лужу и давай научи ближнего своего. Это не осознанность, это просто, блядь, болезнь. Ну, будем объективны, да. На вопрос осознанности, ну, то, что ему секс не нужен, а вот как бы вообще ничего не нужно. Ну, я ему написал, что отказывайся от еды, от воды. Ответ был прям просто ба-бараба. А в чём тут, блядь, прикол отказываться от еды, от воды, это жизненно необходимое. Так ты дебил, блядь. Ты дебил, нахуй, такой же, как МД, блядь, и ПГМ, нахуй, идиоты. Я про это и говорю, что эндорфин – это жизненная необходимость. Если ты их не будешь получать, ты отъедешь в психушку, блядь. И осталось тебе по твоим комментариям, абсолютно несуразным, нахуй, осталось очень недолго. То есть, люди, которые не понимают, что эндорфин – это жизненно необходимое, у меня для вас очень хуёвые новости. Это абсолютно так же необходимо, как вода, питьё. То есть, то, что вам рассказывают, блядь, ебаные вот эти жирные МДшники, которые там на воздержании по 500 лет. Ну, посмотрите там на того же Иогана, которого там воздержание. Да он нахуй с кровати не встаёт, у него, блядь, гормональный фон убит. Доведите себя до такого состояния, и вам тоже секс не нужен будет. Но это не значит, что, блядь, вам не нужно получать какие-то, нахуй, эндорфины и ещё прочее. Просто секс и жрачка – это самые такие большие по выхлопу получаются. Если жиробас, блядь, Игуан не получает вот этих вот эндорфинов, или на своей шизе представляет, что у него жена якобы какая-то там есть, и якобы венчание – это не то же самое, что ЗАГС, вот, и якобы он вообще, блядь, крут-крут-крут. Ну, давайте просто посидим, посмотрим, через сколько он, блядь, окажется в психушке. Я думаю, ему тоже там недолго особо осталось, раз он какую-то хуйню уже просто втирает. Вот, причём от него уже там, я так понял, подписывались практически все там просмотров, как у меня стало. Следующий комментарий тоже осознанного, тоже прям, берём. Тут уже пять сигарет надо брать, как минимум, и в одну руку, и в другую просто затягиваться всеми. То, что ты описал, я уже давно и не раз испытывал. Ну, я просто не знал, что это такое. То есть, ну. Блядь, пиздец. И я это делал без всяких там АЭС, а вы какую-то тут теорию вывели. Смех аж разбирают дети, ей-богу. То есть, ну, человек, понятно, что он это делал, ну, просто он не понял, что это такое, да. То есть, ну, это ж хуйня последняя. Чё это там, ваша расширенная, блядь, дерьмище. Да я сто раз так делал. А чё ты, братан, блядь, три года, нахуй, сидел, молчал? А чё у тебя ни подписок, ни хуя нету? А чё у тебя канал, нахуй, какой-то кривой, левый? Вот. И таких вот уникумов, которые ещё до моего канала всё умели, всё знали, появились буквально, как только я сказал, что, блядь, мне там нормально золотишко насыпали. И параллельно с образованием группы лысого, блядь, вылизывателя анусов, который просто натравливает пиздюков на мой канал, там, на берлогу, ещё прочее. Вот. Так что, ну, не знаю, братан. А чё тогда информации никакой в интернете нету, в мире нету, раз ты это легко описывал, раз ты это легко, как бы, добивался, что это ничего такого в этом нет. Чё в интернете инфы-то нету? Ну, написал бы статейку, блядь. Или чё, или тебе 15 лет, а ты лет в 10 это попрал, ты же альфа. Причём эти же комментарии вот этого хуесоса я там посмотрел, видел, что да с тёлками просто надо как-то, блядь, надо уметь просто там всё охуенно. То есть, это не комментарии человека, которого единожды случился расширенный. То есть, это комментарии обычного, там, Васиная или прочего. Вот. Потому что единственное на ум, которое приходит тебе после того, как ты единожды попробовал расширенный, боже, какое-то дерьмо, и нахуя, как бы, я с бабами раньше вообще тусил. То есть, это не стоит, не, блядь, ни копейки усилий. То есть, про баб исключительно дерьмо на ум приходит, потому что, ну, такая подвязка, там, блин, там, ебенейшее различие в сексе. То есть, зачем хуже? А тут человек пишет, ну, типа, я испытывал, да, но, типа, это хуйня, блядь. Да это вообще рофл, блядь. Вот, причем, когда, ну, с Анхелем была беседа еще раньше, мне тоже как-то смутила его вот эта зацикленность на том, что он все еще как-то ищет баб. Потому что, блядь, ну, там из беседы с ним понятно стало, что у него там даже и близко моего расширенного нету там. Так, пшик обычный. Вот, но как-то вот, как-то вот странно. Странно, почему у него не переделались нейронные связи. Очень странно. Я не говорю, что он пиздобол. Вот, у меня есть подозрение, что там не расширенный, там какой-нибудь манты был. Вот. Ну, как бы, после расширенного там все, назад пути нету. Потому что там, там, ебенейшая разница. Вот, и нет. Никакого смысла вообще сравнивать эти две ипостаси. Так, значит, следующее у нас. Там, то есть, там вообще какой-то высер молодого человека был. Я даже, наверное, блядь, прочитаю его, этот комментарий полностью. Сейчас, если найду, где-то тут был, по-моему, недалеко. Асока удалил свой комментарий. Ой, блядь. Даже не палимся, парни дягилевские. Не паримся, блядь. Не палимся. Пиздец. Так, ну ладно, значит, следующий комментарий, который у меня тут открыт под рукой. Пишет, опять же, философ МД, которого в подписках, блядь, рыжий, нахуй, трэш лавс и прочее. Ну, чтобы понятно стало, чему там, что там можно подчеркнуть. И, опять же, берем сигары в зубы, читаем комментарии. Есть, что открывать в себе абсолютно любому из нас. Но всем ведь известно, что эро есть у женщины, если это правильно ей делать. Если это правильно ей делать. То есть, олень сразу сидит. Ну, просто, блядь, не понимающий вообще абсолютно ничего. Активация точек. Это, короче, это альфа. То есть, запомните, да. То есть, он знает про женский секс практически все и даже больше, блядь. Как модный приговор. Активация точек и правильный массаж точки Ж. Парни, блядь. И расширены будет, и все. Чего вы тут придумаете? Вот и весь секрет их высшего оргазма. Поддебил, блядь. Дэн Федоров, ты дебил, нахуй. Ты дебил, блядь. Иди лечись. Ты насмотрелся этой хуйты, а теперь иди, блядь, и лечись, нахуй. Сейчас посмотрим, сколько тебе денег возьмет опытный психиатр, который вот эту хуету будет у тебя из головы, блядь, выдалбливать твою патриархальную, блядь. Патриархально-рыжо-лысую хуйню. А у нас чутка по-другому подготавливаются. Ну да, у Альфачей все всегда по-другому. Но эффект, как у них полагаю, судя по тому, что описывает Вова. Ты идиот, блядь. То, что я описываю, ты на один процент даже представить нахуй не можешь. Что ты за хуйню, блядь, пишешь, блядь. Описывает Вова, блядь, у них то же самое. Да когда я им рассказываю, у них ебало трескаются нахуй по швам, блядь. А у тебя не трескаются, потому что ты идиот, блядь. Ты сидишь в кортизоловой патриархальной яме и сдохнешь, как черт, блядь. Нажрешься, блядь, водки, я не знаю, там в сорок или в сорок пять лет, блядь. Будешь как дягель нахуй сидеть, ебаный, умирать, блядь, просто на камеру. Значит, что они скоро поймут, что в гармоничных, открытых без лжи и фальши отношениях они также могут достичь его с любимым и единственным человеком, который не посмотрит на тебя ногую как-то криво. О, это дизлайф уже пошел. А скажет, что согласен научиться с тобой высшей точке оргазма. Ебро, ебро. Это реально, но на это пойдут такие пары, у которых не будет сомнений. Блядь, жалко, что осознание у них не дописано. Осознание, братан, напиши еще. Осознание, бог, господь нахуй. Это реально, но на это пойдут такие пары, у которых не будет сомнений, что они оба зря тратят время друг на друга. Идея сильный мотиватор, к тому же дисциплинирует дух. Блядь, коммент дебил он нахуй, 15-летнего. Я вообще в ахуй. Объяснять что-то, я не знаю. Это МД головного мозга, наслаждайтесь. То есть, человеку там два шага от психушки. Добро пожаловать, кстати. Следующий. По-моему, или от этого, ну много было вопросов, что ага, вы типа сейчас откроете расширенный оргазм для баб, и мы тогда вообще перестанем размножаться. Вот, дорогие идиоты, там человек пять, по-моему, это написало. Дорогие идиоты, вы нахуй с канала о чем должен говорить патриарх? Или откуда, я не пойму, блядь, что за патриархальные какие-то высеры, блядь. Не будет никто равного. Я открою вам секрет. В 89-м году, вот у СМТ выложено в сообществе, в 89-м году какая-то книжка написана была, что 95% баб это ковырялки, то есть, ну, лесбухи, и в принципе, ТП Бинго, которая там, я не помню какой кубик, ну типа, что будете ебаться в жопу, это все с них срисовано. Ну, то есть, если у них нет мужиков, то они идут и ковыряют пезды, лишь за деньги. Все что угодно будет, как я и говорил, все что угодно. Ну, то есть, будут делать, лишь бы были деньги. То есть, это скот, это скот, который, ну, сейчас он пока что размножается, да, как-то криво-косо, но это долго не будет происходить. Они просто будут убивать сами себя. Ты тут каким хуем, блядь, вписался со своим, блядь, расширенным? Что ты несешь, блядь, они уже не размножаются. Ты, блядь, им не нужно там какой-то расширенный, еще прочее. Хватать таких хуесосов, как ты, блядь, с которыми можно все что угодно делать. Они вообще абсолютно аморфные, амебные, блядь. У них только одна цель, блядь, в голове, это овуляция, там, где-то рождение, нахуй, и писечку себе найти, чтобы вот тебя геем не посчитали. То есть, все это для такого человека, это смысл его жизни, чтобы его не посчитали геем. Вот. Ну, кстати, скоро добро пожаловать в психушечку будет, потому что где-то я читал, что вот эта вот навязчивая идея, чтобы тебя не обозвали геем, она как раз-таки прорабатывается анальным сексом. Вот. И в основном, в основном челики так и уходят в порно с транссиститами и прочим, потому что у них это была навязчивая идея. Вот. Ну, зато прорабатывается, вот. Как бы в этом есть один такой большой плюс. Поэтому, блядь, я, вопросы вот эти патриархальные, у меня просто горит жопа. Ребята, за вас уже все порешали, вы никто, поймите. Вот. Работать на вас никто не будет, рабами вашими тоже никто не будет, блядь. Телок вы не найдете. Какой смысл, что вы говорите? Их ни у кого нет. Ни у кого абсолютно. Даже тех, у кого они есть, на самом деле их нет. Они просто там так же абсолютно дрочат. Все. То есть, ну, блядь. Ну, я говорю, комменты поехавших людей. И их становиться вот с такими ебанутыми, блядь, деятелями МД, как Сарвачев, блядь, Дягилев, там, Трэш Лапс. Их будет становиться все больше и больше, потому что сами эти люди психологически больны. Я напомню, что на одном из стримов Сарвачев сказал, что он готов подставить жопу всем, бросить все это дело, полизать, блядь, любые жопы и распех, лишь бы ему вернули там своего сына. Вот. Ну, и, соответственно, его посещают очень часто мысли о суициде. Ну, то есть, человек болен. Дальше говорить, в принципе, я думаю, не стоит. Так, ну, напоследок, из плохих новостей. По ходу рубрика «Идущий сдавать анализы» отменяется. Вот. Буквально вчера я пошел в инвит, разошел. Вот. Ну, выбрал там анализы, все дела. То есть, и начал с лаборанткой говорить. И лаборантка это сказала, что анализы там на дофамин, серотонин и прочую. Вот эту лабуду, это не секреция в мозге, это секреция раковыми опухолями. То есть, там ебеняйшее количество должны выделяться. И то, что я хочу сделать, это абсолютно другие анализы, и они проходятся только в Москве. В Воронеже они не делаются. Максимум, там она мне сказала, что максимум, что делается, блядь, это, по-моему... Ну, короче, тоже не подходит, потому что нужно лежать в стационаре. Вот. Там то ли три, то ли четыре дня. По-моему, три дня. Но это anyway, то есть, для меня это абсолютно не подходит. Это сдача на суточный серотонин. Сколько выделяется? Она говорит, ну, якобы... Какая-то из фракций этого серотонина может косвенно указывать на то, сколько вырабатывается нервная система, типа такого. Ну, короче, это всё хуйня. Но это же и хорошая идея. То есть, стало понятно, почему нет привыкания от расширенного, почему нет ни единого побочного эффекта. Потому что это супер-афинность к рецепторам. По системному кровотоку все эти нейромедиаторы, все эти вспышки не идут, поэтому они действуют исключительно локально, не вызывая никаких побочек. Вот. Я там читал, ну, какие-то статьи, что типа дофамин выделяется в кровь после секса. Хуйня полная. То есть, это для лохопедов. То есть, я на этого начитался. Но когда пришёл в лабораторию, мне сказали, что братан, да, выделяется, но 0,000 какой-нибудь там, блядь, наномоль. И найти эти количества, ну, если ещё действительно они выделяются, то есть, и они не пропадают мгновенно. Можно выявить только там на газожидкость, там, хроматограф, который в Воронеже, блядь, я не знаю, один, наверное, в ВГУ нахуй стоит и всё. Вот. Все остальные там в Москве. Короче, накрылась. Накрылась рубрика. Ну, по причине того, что просто бесполезно. Это, нахуй, просто слив денег и слив времени. Лучше на что-то более полезное потратить. Вот. И, кстати, блин, ну, напишите тогда на что полезное потратить, потому что что-то у меня идей по мониторингу не осталось. Потому что я думал просто показать серотонин, сколько выделяется. Ну, посмотреть чисто для себя. Но это невозможно. То есть, в Воронеже такое не проводят. Да и не факт, что вообще хоть где-то проводят. Это, похоже, действительно нужно какие-то, блядь, ну, какие-то жёсткие исследования. На простые они, ну, невозможно такие милипизерные дозы поймать. А тем более какую-нибудь выстроить пропорцию, что если столько в крови, то столько-то там в мозгу выделилось. То есть, это ещё, типа, тяжелее сделать. Хуй знает. Короче, по всей видимости, это никак, наверное, не получится. Вот. Так что на этой ноте всем спасибо и до новых встреч.